Тридцать третья глава книги Прока Исаии Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы. Будь нашою мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного голоса твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена, и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустили дороги, не стало путешествующих, Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, ливан постыжен, увял, сарон, похож, стал на пустыню, и обнажены от листьев своих васан и кормил. Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой, невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших, глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинью. Стопы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет, я болен, народу, живущему там, будут отпущены согрешения.